Мур, привет, друг! А в эфире традиционная программа новостей от Зверько. На тестовый выкателе патч 1.5.74, жертвами которого пало 4 героя. Подробности в выпуске. Блин, если я в таком темпе буду рассказывать про изменения обновлений, вообще никто ничего не поймет. Возвращаю старую подачу. Погнали. Изменения героев. Рафаэлла. Второй навык. Срезали первичное исцеление. Было 370-570, будет 250-450. И второе лечение тоже срезали. Ульте оптимизировали описание. Изменения бессмысленные и беспощадные, как по мне. Грейнджер. Недавно парню подвезли лимитированный скин. Как тебе особенность, что этот скин продается только за алмазы, а не за кристалл, накопленный потом и крови, который у меня есть? Напиши в комментариях. Первый навык. Уменьшили базу урон. Было 45-195, будет 35-185. Уменьшили всего на 10 единиц. Да, но нафига? Бэйн. Атрибуты. Немного увеличили прирост атаки. Второй навык. Сильно уменьшили бонус к урону от заряженной способности. Было 200%, будет 175%. Вот фиг знает, что говорить про Бэйна. Давным-давно у меня был куплен скин на него, который в то время был самым дорогим. С тех пор я просто офигеваю, что разрабы творят с Бэйном. Фовиус. Герой еще на тестовом сервере. Первый навык. Еще раз уменьшили урон. Добавили новый эффект. Плюс 150% урона по миньонам. Базовый щит тоже срезали. И добавили новый эффект. Щиты теперь могут стакаться. А вот это два очень хороших усиления для навыка. Увеличит как выживаемость, так и скорость пуша. А в поздней игре скорость пуша важный показатель. Однако, как убийца, он становится менее опасен. Ульта. Уменьшили базовый урон. И тоже добавили новый эффект. Удар будет накладывать щит от 300 до 500. Плюс 100% магической силы. Делительностью 3 секунды. Который тоже будет стакаться. И вот это очень правильно. Поскольку влетев к противнику в тыл, можно быстренько отъехать от кучного направленного в тебя огня. А щит оттянет этот неприятный момент. И вот настало время нашего любимого спонсора. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Кодошоп совместно с Мунтун вновь переводят события Колесо Удачи с кучей разнообразных призов. После пополнения счета вы будете получать ссылку на автомат с призами. Акция придлится с 23 апреля по 5 мая до 11 часов утра. А теперь возвращаемся к ролику. Дальше будет чуточку сложнее. Если ты не смотрел мой прошлый выпуск 1.572, то лучше начни с него, а то совсем ничего не поймешь. Первое. Уменьшили вампиризм навыками от урона по крипам и миньонам на 50%. Это усложнит игру персонажей, чей геймплей построен на вампиризме. Например, Альфа или Руби. А следующие изменения коснутся переработанного леса. Возмездие. Для получения следующего уровня теперь требует 20 стаков вместо 15. Ботинки охотника вместо чистого урона по миньонам будут наносить магический урон. Кто не в курсе, некоторые лесные крипы обладают физической и магической защитой в разной степени, поэтому урон будет меньше. Взамен уменьшили получаемый урон от крипов для лесника с возмездием. Было 25%, будет 50%. Дальше у нас идут изменения Роума. У красной маски, а в будущем у красного развития сапогов, ослабят активный навык. Поощрение. Было плюс 25% к передвижению и скорости атаки, а будет лишь плюс 10%. Что-то мне подсказывает, что это значение еще изменится. Плюс 10% слишком мало. Самое смешное в письме разработчиков звучит так. Мы обнаружили, что есть некоторые правила экипировки, которые игроки не могут понять. В свете этих событий мы хотим разъяснить некоторые недопонимания. Ну вот да, будьте добры что ли. Два главных вопроса у меня. Первое. Нафига? А главное зачем? Короче по обнове. Теперь можно перепродать или купить другую обувь с улучшением без сброса накопленных стаков. Сила навыка увеличивается по мере накопления золота маской. Накопленное золото можно посмотреть, нажав на иконку бафа в бою. Отчего растет запас? Вы были игроком с наименьшим золотом в команде и вам капало посекундно золото с маски. Учитывается золото, которое было передано союзнику, когда вы находились с ним на одной линии. И бонус золота, полученный за ассист килла. Что происходит, когда несколько масок в команде? Когда у нескольких игроков маски и один из них самый нищий по золоту, то этому игроку идет вся награда. Остальные игроки ничего не получают. Если же внизу списка находится игрок без маски, то каждый масконосец делится с ним золотом по такой формуле. Если у двух игроков одновременно меньше всех золота, то золото вообще никому не дается. Если четко и просто. Лучше если только один персонаж в вашей команде играет в маске. Это стабилизирует пати по командному золоту. А взяв два рома, можно просесть по доходу. Итак, это все довольно сложно и возможно возникают вопросы. Давай сделаем эксперимент. Я отберу три самых интересных вопроса из комментов среди залайканных. Спрашивая все, что непонятно по изменениям или механике игры. Только пожалуйста без. А когда выйдет обновление? У меня по датам нет точной информации. Ну а чтобы поддержать канал, достаточно на него подписаться, нажать колокольчик, сделав его серым и прожать лайки. Кстати, хочешь чтобы друзья лучше играли? Познакомься с моим каналом. Ну и скоро увидимся, друг.